В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Как известно, в апреле 2019 в республике прошли выборы в молодежный парламент ДНР. В числе 50 парламентариев оказались и три жителя Большого Харцизка. Честь представлять наш город выпала профессиональному спортсмену и частному предпринимателю Артуру Гасанову. Сегодня в конференц-зале городского ДК харцизские школьники, студенты, представители рабочей молодежи смогли пообщаться с молодым амбициозным политиком. Два года уже прошло с момента образования в ДНР такого консультативно-совещательного органа, как молодежный парламент. И, по заверениям Артура Гасанова, они с коллегами времени зря не теряли. «Первое, что самое важное, мы приняли и подали на рассмотрение правительству ДНР, также профильным министерством, также в Народный совет, это программа развития молодежи на ближайшие пять лет. Мы внесли порядка 75 предложений. Конечно, не все пройдут, но мы будем надеяться, что большинство понравится правительству республики и мы сможем достойно представить интересы молодежи уже непосредственно в жизни». В молодежном парламенте работают семь профильных комитетов. Один из них, Комитет по экономике и предпринимательству, как раз и возглавляет Артур Гасанов. Сегодня участником встречи он рассказывал о тех идеях, которые удалось реализовать за два года депутатства, поделился и планами на будущее. «Если мы говорим о программе развития молодежи, то мы создали, точнее мой комитет, участвовал, это экономика предпринимательства в антикоррупционной деятельности, это именно по нам, что мы сделали. По существенным и социально значимым проектам, которые разрабатывал именно мой комитет, это был достаточно классный проект, социально важный для республики, для молодежи в целом, это школа предпринимательства. То есть, вот, ее мы сделали, выиграли грант Российской Федерации на сумму 750 тысяч рублей и успешно реализовали в республике. И чем мы, собственно, несомненно гордимся, то, что после проекта 15 человек стали новыми предпринимателями». Предстоящей весной в ДНР пройдут очередные выборы в молодежный парламент. Так что молодые и активные, целеустремленные и предприимчивые могут воспользоваться шансом и окунуться в политическую жизнь республики. Предвыборная кампания стартует уже в марте. «Как уже анонсируется, начиная с 9 марта можно будет подавать документы с целью заявить о себе. Документы можно будет подавать в нашем дворце культуры Харцизском. Будет действовать комиссия, которая будет принимать данные документы и поддерживать всю методическую, оказывать помощь и подсказывать, как это все будет проходить». Выдвинуть свою кандидатуру, как и прежде, может любой желающий. Главное условие очень простое – парламентарий должен быть не моложе 18 и не старше 35 лет. «Призываем активную молодежь, которая не безразлична судьба республики, чтобы они приходили как кандидаты, и также молодые люди возрастом от 16 до 35, чтобы приходили и выбирали своего кандидата и отдавали свои голоса. Хотел бы заметить, что участвовать в выборах могут абсолютно все. Это может быть человек с активной гражданской позицией, это может быть самовыдвиженец, кем, собственно, я являлся, когда избирался два года назад. Сам решил и сам пошел. И это может быть человек-спортсмен, научный деятель, это может быть студент вуза, поэтому ограничений нет никаких». Известно, что выборы депутатов Молодежного парламента республики пройдут в апреле. Точная дата пока не определена. Согласно указу главы ДНР номер 48 от 18 февраля, отдельные категории граждан должны быть обеспечены продуктовыми наборами к праздничным и памятным датам, таким как День Победы, День Освобождения Донбасса и День Защитника Отечества. Сегодня в Харциск была доставлена партия продуктовых наборов. Праздничные продуктовые наборы для защитников Отечества были доставлены в пункт выдачи на вокзальную 36 сегодня в первой половине дня, сообщила начальнику ТСЗН города Харциска Татьяна Кейдун. Сегодня в город Харциск поступили праздничные продуктовые наборы, предназначенные для выражения благодарности от главы республики, ветерана Великой Отечественной войны, а также участникам боевых действий в Афганистане. Более полутора сотен довольно внушительных пакетов весом около 15 килограммов каждый пришлось сегодня разгрузить на складе от СЗН. Состав продуктов в праздничном наборе довольно простой, но качественный и весьма объемный. В состав набора входят всевозможные рыбные, мясные консервы, масло, крупы, сгущенка, то есть все необходимые продукты. Помимо, собственно, продуктов в некоторых пакетах можно будет найти поздравительные открытки от главы республики, адресованные ветеранам Великой Отечественной. Татьяна Кейдун отметила, что пятерым фронтовикам, живущим на территории Большого Харциска, помощь будет доставлена непосредственно на дом. Подарочные наборы планируют раздать защитникам Отечества до 23 февраля. Однако, если по тем или иным причинам кто-то не успеет получить свой презент, можно будет забрать его по тому же адресу до 26 февраля. Украину не отпускает ковидная угроза. Приходится закрывать отдельные регионы на карантин, разворачивать дополнительные лечебные центры для приема больных коронавирусом. С обзора ситуации с ковид-19, как ее представляют украинские СМИ, мы и начинаем наш очередной дайджест новостей Украины. За одни сутки, 18 февраля, в Украине зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев заболевания ковид-19. Каждого третьего пришлось госпитализировать. Уже несколько дней лидер по заболеваемости – Прикарпатье. За один день там заболели 799 человек. Украинские СМИ сообщают, что больницы региона перегружены. Коек в стационарах не хватает. На базе районной больницы в 20 километрах от Ивана Франковска власти намерены развернуть временный коронавирусный госпиталь. Среди лидеров по заболеваемости также Киев, Винницкая и Житомирская области. На Буковине центром распространения вируса стали черновцы. Среди заболевших немало детей. Так что у школьников намечаются внеочередные двухнедельные каникулы, а городскую детскую больницу планируют перепрофилировать под ковидную. На Прикарпатье усиливают карантинные меры. Ограничивается въезд, закрываются развлекательные заведения, массовые мероприятия снова под запретом. И все же большая часть Украины с 24 февраля возвращается к адаптивному карантину. Страну вновь поделят на цветные зоны, и в каждой будут действовать свои ограничения на усмотрение местных властей. В Украине идет расследование факта закупки вакцин от коронавируса по завышенной цене. Прививочная кампания у наших соседей должна была стартовать несколько дней назад. В срыве сроков министр здравоохранения обвиняет Национальное антикоррупционное бюро, которое и проводит расследование. Напомним, госпредприятие Украины вело переговоры о закупке вакцины в Китае по цене примерно 3 доллара за дозу. Позже через фирму-посредника цена одной ампулы антиковидного препарата выросла почти до 18 долларов. Вину за пробуксовку с вакцинацией Верховная Рада возлагает на главу Минздрава. Вчера министр вылетел в Индию, чтобы лично проконтролировать отправку вакцины в Украину. На этой неделе украинские железнодорожники пикетировали Кабмин, требуя повышения зарплат. Квалифицированные специалисты массово увольняются из отрасли, а желающих прийти на их место практически нет. Пикетчики угрожают коллективными обращениями в суды и не исключают возможности всеобщей забастовки с остановкой движения на всех железнодорожных магистралях страны. Популярному украинскому блогеру Анатолию Шарью СБУ выдвинуло подозрение в государственной измене. Следователи считают его рупором Кремля и утверждают, в своих интервью и выступлениях на российских телеканалах он подрывает нацбезопасность страны. В 2012 году Шарий получил политическое убежище в Евросоюзе. Последние 9 лет он живет и работает за границей. Там же Анатолий записывает видео о политике и экономике Украины, берет интервью и сам участвует в политических телепередачах по видеосвязи. На его блог в Ютьюбе подписаны почти 2,5 миллиона человек. Главной целью обвинителей Шария, по мнению ряда обозревателей, является не сам Анатолий, а его партия, которая на ближайших выборах может составить серьезную конкуренцию провластным структурам. Из-за обильных снегопадов полсотни сел на Прикарпатье оказались отрезанными от мира. Несколько дней к ним пробирались спасатели. На дорогах Украины десятки машин застряли в снежных заносах. В Карпатах уже шесть суток ищут пропавшего туриста – лыжника из Киева. Поисковики утверждают, что у туриста есть шансы выжить в горах, если он нашел избушку лесника или пастухов. А в Одессе после недавнего мощного шторма несколько пляжей оказались попросту уничтоженными. Морская вода унесла тонны песка с береговой линии. Пострадали и летние ресторанчики. За последние полтора месяца на украинских автозаправках газ подорожал на 3 гривны. Эксперты в СМИ прогнозируют дальнейший рост. Не сегодня-завтра цена преодолеет условную отметку в 16 гривен. Таким образом, сжиженный газ в Украине становится дороже, чем в Европе. Энергетики объясняют это законами рынка – высоким спросом на топливо из-за сильных морозов. В канун Дня защитника Отечества в школах городов и поселков Большого Харциска стартовали соревнования по военно-спортивному многоборью под названием «Будущий воин». О перипетиях борьбы будущих защитников Отечества из 4-й школы в нашем следующем сюжете. Перед началом спартакиады участники мероприятия почтили минутой молчания погибших защитников Отечества, бывших учеников 4-й школы. Представив свои девизы и названия команд, ребята под пристальным взглядом членов жюри приступили к выполнению конкурсных задач. В спортивном зале проходит спортивный праздник «Отчизны славные сыны». Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у обучающихся чувства патриотизма. Этот праздник для всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Такие мероприятия у нас проходят ежегодно. Проходят спортивные мероприятия, также конкурс инсценированной песни, уроки мужества. Монолит против урагана. Ученики одного из 11-х классов 4-й школы разбились на команды под такими названиями и принялись выяснять, кто из них лучший в военно-спортивном многоборье будущий воин. Потенциальным защитникам Отечества предстояло продемонстрировать свои навыки и умения в нескольких дисциплинах программы подготовки до призывной молодежи. Выступает у нас 11-й А-класс. Поделили мы их на две команды. Будут шесть конкурсов у нас. Подтягивания, стрельба из пневматической винтовки, большая эстафета, переноска раненого, также будет чистка картофеля у нас на время, одевание противогазов на время. Мы это изучаем, обучаем, они все вам покажут. У военно-спортивного многоборья будущий воин, которое проводится в Харциске уже в 19-й раз, конечно же, есть устоявшиеся традиции. Однако коронавирусные ограничения в этом году внесли свои изменения в ход соревнований. Несколько этапов многоборья были переведены в онлайн-формат. Конкурс «Строя», «Строевая подготовка». Учащиеся 10-11 классов выполняют строевые упражнения отделением. Второй конкурс «Смотр строя и песни», «Строевая песня». Также эти команды, которые в школе проходят этап «Будущий воин», снимают конкурс «Строя и песни» и присылают материал в оргкомитет. Жюри будет отслеживать, отсматривать согласно критериям данный конкурс и будет выявлять победителя. И третий у нас будет номер – это конкурс коллажей, боевых листков. Украсить череду спортивных состязаний были призваны номера школьной художественной самодеятельности. Лучшее же по результатам выполнения всех конкурсных заданий в четвертой школе была признана команда «Монолит». Команда «Какой школы станет победителем городского этапа «Спартакиады. Будущий воин» станет известна уже в следующую пятницу. Если будущих защитников Отечества, победивших в военно-спортивном многоборье, отметят через неделю, то действующих военных, защищающих рубежи нашей республики, а также ветеранов Вооруженных сил, будут честовать в городском ДК уже завтра. 20 февраля. Начало торжественного собрания в 14.00. Это была последняя информация на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. 20 февраля 1903 года родился Григорий Яковлевич Бейбиенко. Так получилось, что его молодого специалиста-агронома пригласили работать во вновь организованный институт защиты растений, где он заведовал лабораторией по изучению саранчевых. И там было, что изучать. Нашествие этих неугомонных истребителей растительности недаром описано в Библии, как одна из казней египетских. Со временем Григорий Бейбиенко стал крупнейшим в стране знатоком саранчи. Оказалось, что активность акридов очень сильно зависит от погодных условий. А значит, имеется возможность по долгосрочным синаптическим прогнозам делать предположения о ее опасности для посевов. Например, в 2021 году ожидается, что мароккская саранча будет находиться в депрессии. Массовое ее размножение прогнозируется в частности в Крыму и Ростовской области. Понятно, что все это сильно зависит от температуры воздуха. До 28 градусов тепла, благоприятных для саранчевых, еще очень далеко. Днем 20 февраля в нашем регионе переменная облачность. Температура воздуха минус 3 градуса. Западный ветер 4-7 метров в секунду. Ночью малооблачно, а температура воздуха понизится до 8 градусов ниже 0. Юго-западный ветер 3-6 метров в секунду.